В Наринмаре отметили День Белого Медведя. В честь хозяина Арктики во Дворце Культуры открылась выставка картин, выполненных в технике росписи по шелку «Где-то на белом свете Мишка Полярный есть». Авторами работ являются участницы творческого коллектива «Арт-мастерской». 34 автора представили свои работы на суд зрителей. Каждая выполнялась по авторской методике Натальи Поликарповой в течение месяца. Всего на подготовку 42 картин ушло около года. «Старались найти образы, чтобы они были у нас разные, чтобы Мишку показать во всех его ипостасях и, естественно, привлечь к тому, что он опасный, но он в то же время очень добрый и трогательный. И поэтому мы на своих образах пытались показать его и плавающим, и отдыхающим, и цветочки нюхающим. Также создали целую серию образов, вот именно из мультфильмов наших вспомнили «Умку», из таких стилизованных. Ну и, естественно, основной упор у нас был на натурального мишку». Основной целью Международного дня белого медведя является распространение информации о жизни хозяина Арктики и привлечение внимания общества к необходимости их охраны. Белый медведь обитает только в арктических широтах, вблизи Северного полюса. В Ниндском округе встретить самого крупного наземного хищника можно на восточном побережье и на островах Калгуев и Вайгач. «Если говорить о том, как мы сейчас осуществляем взаимодействие совместно с администрацией, с научными учреждениями и со специалистами, которые изучают белых медведей, то вы, наверное, знаете, что последние четыре года проводятся исследования по спутникум меченю белых медведей, что создана была абсолютно недавно антиконфликтная группа для того, чтобы предотвратить гибель животных и людей в тех населенных пунктах, которые на сегодняшний день посещают белые медведи». В первую очередь Международный день полярного медведя знаменателен для пяти стран, на территории которых обитают популяции белого медведя – России, Норвегии, Канады, Гренландии и США. В России этот хищник занесен в Красную книгу. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал Север.